В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О хореографии не только. Во Дворце детского творчества прошла классная встреча РДШ. Снежный дорожный знак. В ГАИ подвели итоги конкурса семейных флешмобов. Взял серебро. Спортсмен и кара стал призером первенства России по рукопашному бою. Далее расскажем во всем подробно. До 15,5 тысяч рублей могут вернуть россияне с суммы, которую они за год потратили на покупку лекарств. Это максимальный размер налогового вычета, который возможно получить за расходы на медикаменты. То есть 13% и 120 тысяч рублей. У социального вычета есть лимит 120 тысяч рублей на один календарный год. С этой суммы как раз можно вернуть НДФЛ за покупку лекарств и платные медуслуги. За исключением дорогостоящих, говорит эксперт, председатель комитета по налогам Московского отделения опора России Павел Зюков. Однако сумма возврата не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в бюджет за налоговый период. Таким образом, получить налоговый вычет за лекарство может только тот, кто платит этот налог. Для того, чтобы оформить налоговый вычет на лекарство, потребуется самостоятельно подать декларацию с приложенными к ней подтверждающими документами. Чеки, рецепт в налоговый орган лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Также это можно сделать через работодателя, который просто удержит часть НДФЛ в качестве налогового вычета и начислит эту сумму к зарплате работника. Подать документы на возврат средств можно в течение трех лет, начиная с года, следующего за налоговым периодом, в котором лекарства приобретены. В актовом зале Дворца детского творчества прошла девятая классная встреча РДШ в рамках проекта Российского движения школьников. Гостем стал хореограф, преподаватель Института современного искусства и художественных коммуникаций, педагог-балетмейстер Самарского театра юного зрителя СамАрт, руководитель творческой лаборатории Пазл-студия Павел Самохвалов. Подробности далее. Выглядела она вот так вот. Вот и попробую объяснить артистам хора, как это делается. Павел Николаевич назвал эту комбинацию «нежный осетинт». Хореограф рассказывает ребятам о своем опыте работы с оперными исполнителями и хоровыми певцами во время постановки «Волшебной лампы Алладина» в театре оперы и балета. И таких порой немного комичных историй было немало. «Моя жизнь – это череда удач и анекдотов», признается Павел Самохвалов. С таким режимом работы и непрерывающимся творческим процессом должно быть часов в сутках для него явно недостаточно. Это четко расписанный день, буквально по минутам, когда я четко знаю, что я заканчиваю у вас только-то, чтобы иметь 15 минут перебежать в другой театр, отключиться от предыдущего эпизода и начать решать какие-то задачи, которые ставит следующий режиссер. Классная встреча помогла понять ребятам, как человек приходит в мир искусства, как танец и театр становятся смыслом жизни, как рождается новая композиция. Говорили не только о хореографии, но и на простые житейские темы. Основное число слушателей – воспитанники Анны Козловской. Четыре дня Павел Николаевич работал в Сарове с разными группами студии эстрадной и народной хореографии Задоринки. Мы были у него на нескольких мастер-классах, получается. Было очень интересно и необычно. Наверное, это тот педагог, который дает нам те умения, наверное, которые не давал никто. Ну, у каждого же педагога свой подход. Вот. И поэтому вот у Павла Николаевича подход такой через тело. Он учит нас, ну, не каким-то определенным связкам, а именно, чтобы мы сами думали, чтобы мы сами работали со своим телом, как правильно это делать, техники движения, какого-то дыхания. В завершении беседы Павел Николаевич поделился с ребятами мнением, что чаще успех отобиваются именно середняки. А потому главный ключ к успеху – упорство, трудолюбие, мотивация. Торговые сети получили разрешение на ограничение продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщили в Минпромторге. Такая мера направлена на то, чтобы обеспечить россиян доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой. Ритейлеры рассчитывают, что ограничение поможет в борьбе с перекупщиками. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 21 по 25 марта при поддержке территории культуры «Росатома» в дистанционном формате пройдет 11-й всероссийский конкурс юных пианистов городов «Росатома». В нем примут участие воспитанники детских музыкальных школ и детских школ искусств в возрасте от 9 до 14 лет включительно. Подробности на сайте территории культуры «Росатома». Саровский драматический театр представил афишу на апрель. Во второй месяц весны саровчанам покажут спектакли, которые увидели свет в этом сезоне. «Боинг, Боинг», «Пропеционные финдусы», «Мой папа Питер Пен», «Охота жить». Также зрители смогут посмотреть и давно полюбившиеся постановки «Летучий корабль» и «Шок». Пять знакомых спектаклей покажет и кузнечик. Кроме того, в апреле в нашем театре гастроли чебоксарской труппы. Билеты можно приобрести в кассе или онлайн на сайте театра. Тренеры спортивной школы «Икар» Виктория Шалыгина и Эдуард Вешкин получили благодарность губернатора Нижегородской области. Награду за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие физической культуры саровчанам вручил министр спорта Александр Кононов. В течение долгого времени наши тренеры и спортсмены показывали высокие результаты, за что и были отмечены на областном уровне. 26 февраля сотрудники госавтоинспекции провели семейный флешмоб «Снежный дорожный знак». В нем приняли участие более 100 человек. Итоги конкурса сотрудники госавтоинспекции подвели на прошлой неделе. Победители ждали приятные сюрпризы. Подробности далее. Для конкурса «Снежный дорожный знак» Диана и Сабина Демьяновы слепили большого полицейского снеговика. Все как у настоящего госавтоинспектора. Фуражка, дорожный знак и даже код, который осваивает правила дорожного движения. В номинации «Полицейский снеговик» работа девочек стала победителем. Это очень интересный конкурс. Очень приятно получать грамоту за какую-то определенную номинацию. В флешмобе «Снежный дорожный знак» приняло участие более 100 человек. Дети совместно с родителями во дворах своих домов или на территории образовательных учреждений лепили оригинальные дорожные знаки снега. Фотографии и видео участники размещали в группе ОГИ БДД Саров ВКонтакте. Основными задачами данного мероприятия было формирование устойчивых навыков на знание правил дорожного движения у детей, а также вовлечение родителей в работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По словам сотрудников госавтоинспекции, все фигуры вышли удачно. Из 37 работ им предстояло выбрать всего 8. Победителей наградили дипломами и памятными подарками. На носу Международный женский день. Это значит, что мужчинам пришла пора выбирать подарки для прекрасной половины человечества. Что планируют саровчане преподнести своим дамам и чего на самом деле хочет женщина, узнаем в следующем репортаже. Совсем недавно женщины выбирали подарки своим мужчинам на 23 февраля и судорожно выбирали между бритвенным станком и носками. Теперь же поломать голову над сюрпризом пришла очередь мужчин. По данным гильдии маркетологов, самыми популярными подарками на 8 марта стали парфюмерия, косметика, цветы и шоколад. Также в пятерку самых популярных товаров вошли гаджеты, аксессуары и белье. Узнаем, что же саровские мужчины подарят своим женщинам и что хотят получить в подарок сами саровчанки. Жена себе уже подарок сделала, золотой браслет себе купила. Ну, от меня тоже надо что-то такое. То есть я как бы уже скопировался ей вот вещь хорошую приобрели. Ну и от меня тоже. Цветы, сердечко. Ну, наверное, как обычно, это бывают цветы какие-нибудь и коробка конфет. Ой, я много уж хотела, чтобы получить, да и желание мое не исполнится. От мамы собаку. Потому что я очень сильно люблю собак, но мама говорит, пока что их не надо заводить. Себя. И все? А что еще мало что? Здоровья. И мира. А остальное у нас все есть. В 1910 году лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня, который бы отмечался в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника была борьба женщин за свои права. Современный же праздник, 8 марта, не имеет с собой политической основы. Сейчас это праздник весны, красоты, любви и внимания каждой женщине, независимо от ее статуса и возраста. Только-только после болезни вот только расхаживаюсь. Фантазии не работают. Цветы, скорее всего, и улыбка. Еще-нибудь вкусненькое. Тортик какой-нибудь вкусненький. А цветы? Я как-то к ним безразлична. А ювелирные украшения, например? Не! То есть у меня работа не позволяет их носить? То есть самое простое? Да, самое простое. И чтобы все были дома счастливые, здоровые. Банально, цветы. И все? Ну, а дальше как получится? Уже сейчас присматриваете подарки? Ну да, присматриваю. Что примерно в таком случае? Ну, даже не знаю, что сказать по-разному. Может быть, что-нибудь из бытовой техники. Добрые слова просто душевные. Все. Больше ничего не надо. А цветы? Я не очень люблю цветы. Так что и слов достаточно. На самом деле, женщины не такие уж требовательные и взыскательные, как может порой показаться. В этом году, 8 марта, им хочется просто человеческой заботы, внимания, теплоты, любви, ну и, конечно же, мира во всем мире. В завершении февраля в Орле прошло первенство России среди юношей и юниоров по рукопашному бою. Воспитанник спортивной школы ИКАР Андрей Малыгин занял второе место в группе юниоров 18-21 года в весовой категории свыше 97 килограммов. В спортивную школу ИКАР ребята приходят активными и непоседливыми мальчишками. А спустя несколько лет усердных занятий родители просто не узнают своих малышей. Это целеустремленные, ответственные юноши с характером. Борьбу у нас идут где-то с 10-12 лет. А мы с этого года решили набрать с 7-8 лет. Посмотреть, а потом делаем отбор, который, чтобы выше другие группы, выше спортивного совершенствования. И у нас все так идут. Сначала маленькие, маленькие в одной группе, в другой, в третьей. И потом уже выступают на крупных соревнованиях. У ребят есть возможность принимать участие в открытых коврах, соревнованиях внутри секций. Чтобы достигнуть и поддерживать оптимальную физическую форму, ребятам необходимы все тренировки. В случае пропусков нужно заниматься самостоятельно. Бег, во-первых. Кросс они проходят. Зимой на лыжах бегают. В основном плаванием занимаются. В основном вот эти виды спорта такие. Это наши подопечные всегда. Бег, плавание. И игровые виды спорта. Футбол, баскетбол – это обязательно у нас. Воспитанник спортивной школы ИКАР, неоднократный победитель первенства Евразии Андрей Малыгин, успешно выступил на первенстве России в Орле. Занял второе место. Это был пятый раз, когда он участвовал во всероссийских первенствах. В предыдущие годы спортсмен также становился призером. Я выступал в возрастной категории 18-21 год. На соревнованиях приехало 57 регионов. Вся страна была около 1300 участников. У меня вся категория большая. То есть свыше 97 килограмм. И поэтому все крупные довольны. Все тоже в очень хорошей форме. В возрастной группе 16-17 лет борцы ИКАР продемонстрировали высокий уровень подготовки. Хоть и остались без призовых мест. Любые соревнования – важный этап в карьере спортсмена. Это способ показать себя, узнать, на что способен. Детская и взрослая молочная продукция, охлажденное фермерское мясо, натуральные соки. На улице Садовой открылся новый отдел от полюбившейся соровчанам пекарни «Сдобушка». Подробности далее. Творог с фруктово-ягодными наполнителями, питьевые йогурты, бифи лайф, малышок био. Для самых маленьких и не только. Та самая детская молочная кухня теперь в «Сдобушке». К выбору поставщика подошли серьезно. Долго тестировали, изучали ассортимент. И, наконец, нашли те самые продукты. Да, в «Сдобушке» появилась детская молочная станция. Это молочная продукция из города Саранск. Сделана по тем самым советским рецептам. Различные йогуртки, творожки. Прямо как для самых-самых маленьких от восьми месяцев и для старшего поколения. В «Сдобушке» представлена и бакалея-кубаночка. Производят ее на йоге из самых спелых и сочных овощей. Это уже давно полюбившийся соровчанам продукт. Здесь всегда в наличии под заказ охлажденное фермерское мясо. Говядина, свинина и курица высшего качества от проверенных и добросовестных хозяйств. Теперь его можно будет хранить еще дольше. И, наконец-то, в «Сдобушке» появилось оборудование, которое позволяет продлевать срок хранения мяса. Поэтому вы можете у нас приобрести свинину, говядину, в ближайшем будущем и баранину, курочку из набережных челнов. Теперь в лоточках, в упаковочках. Теперь «Сдобушка» стала еще ближе к вам. Новый магазин открылся на улице Садовой, 72-й корпус. В день открытия для посетителей приготовили немало сюрпризов. Провели дегустацию сладостей и бутербродов с салом. Юным гостям дарили воздушные шарики. Ну, а в остальном у нас все, как всегда. Это замороженные продукции, полуфабрикаты, пельмени, котлетки, перчики, колбаса собственного производства, ветчина, краковская, сало копченое, коптим сами, соленое, варено-копченое, различные маринады, теперь и в лоточках, если на шашлычок собрались, и также в вакуумной упаковке, которую можно просто положить в духовку и готовить. Не пропустите! Сдобушка теперь на Садовой. Также посетить пекарню можно по адресу улицы Чапаева, 26, здание Элеганта. А мясная Сдобушка ждет вас в торговом центре «Галактика». Приобрести продукцию также можно по телефону 8 800 101 96 96 или на сайте пекарни zdobushka.defisarov.rf. Подробный ассортимент магазина представлен в соцсетях магазина ВКонтакте и Инстаграм. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.